Всем привет! Подключайтесь потихоньку, оставайтесь с нами. Эфир, посвященный талантливым людям, наставникам Димаша. Здравствуйте! Всем привет, оставайтесь с нами. О, классно! Останут Димаша. Так, это я написал, так, неполное. Субтитры создавал DimaTorzok Это мой любимый момент был. Вообще, очень супер. Так, сколько он все время... Субтитры создавал DimaTorzok 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 На самом чеке. И у нас будет эфир очень по-быстрому. За полчаса мы должны все проговорить. Отлично Марат Лжебаевич присоединился Дослушаем фрагмент Мой любимый момент Я думаю Вам так же понравится Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, пока играет песня Вы можете прямой эфир отправить своим друзьям Минутка у нас Брависсимо! Просто это шикарно! Это шикарно! Да, к Димаше интерес очень огромный И я хочу раскрыть Вам немножко показать Тех людей, кто стоит за этим Понятно, что у него есть родители, которые Очень много вкладывают и любви И времени, и средств Для того, чтобы Димаша знала вся страна Вот Ну и так же за этим стоят педагоги Замечательные люди, которые вот к нам присоединяются Дина Мангазиевна, Марат Лжибавич Сегодня мы с ними поговорим Для меня этот эфир Очень много значит Так как у меня Своя личная история И Я просто рад Буду сейчас видеть Марат, Дину Этих людей я знаю с детства Вот Поэтому давайте Давайте Мы уже начнем Наш эфир Марат Лжибавич на связи Здравствуйте Добрый день Добрый день Так у нас помощники еще Ой, какие красавцы Здрасте Добрый день Добрый день Мы Сейчас секунду буквально настроим Давайте, давайте Это такая вещь Я сам прекрасно понимаю Как я вас рад видеть Марат Лжибавич Вы вообще Вы не меняетесь Я вот как с вами познакомился в детстве Вы такие же остались Лучезарные, красивые Я очень рад, что Вы согласились на этот прямой эфир Позвольте Я вас Вы не нуждаетесь в представлении Но для Так скажем Монтажа Для всей целой передачи Я хочу Сказать всем о том Что сегодня В гостях Даже не знаю Кто у кого Я у вас Или вы у меня Вот Заслуженные дети Республики Казахстан Наставники Мировой звезды Димаша Кудабергенова Перед вами Итак Мастер своего дела Вот В левом углу В очках Мастер своего дела Заслуженный педагог Музыкант Певец Артист Неподражаемый маэстро Марат Айтимов Поаплодируем Всем Поаплодируем Огромное благодарность вам Рядышком Сидит очаровательный Заслуженный Педагог Композитор Концитмейстер Собравший в себе Просто все лучшие Музыкальные Человеческие качества Душа Обаяние Созидание Несравненная Дина Амангазина Ниязова Ура Спасибо Добрый день всем Еще раз спасибо И начнем с самой Такой Ну конечно Актуальной темы Здесь очень много Поклонников Димаша Вообще Как вы согласились На этот прямой эфир У меня лайки Лайки бесконечные Идут Просмотры В общем Я почувствовал себя Звездой Вместе с вами Значит Вы популярные люди Еще с юности Вот Различные награды Конкурсы Все Все вы это прошли Гастроли Концертные Сотни Если не тысячи Концертов И артистов Вышедших из вашего крыла Артистов Музыкантов Педагогов Именно поэтому Вы заслуженные Дети искусства Все это вы заслужили Своим трудолюбием И преданностью Музыке Своему делу Вот А пару лет назад Я не знаю точно Два-три года назад Вы встали на новую ступень Признание Димаша Вашего подопечного Всем миром Поэтому вот у меня Вопросы сейчас Вот в начале На эту тему Понимали ли вы Тогда, когда занимались Димашем Что он станет Мировой звездой Добрый день Уважаемые друзья Еще раз Добрый день Москва Добрый день Друзья Со всех концов Мира Нам очень Приятно Будет Общаться Сегодня По поводу Первого вопроса Это конечно Я всегда знал Что он Не из последних Димаш Что он Не протеряется Но если честно Я Не думал Что он Достигнет Таких высот И для меня Конечно Это очень Приятно Это я считаю Что Это счастье Я думаю Дина Магазинов Дело в том Что в принципе Вы же знаете Что на постсоветском пространстве Я так думаю Что сейчас Это связано Вообще В принципе С любим Шоу-бизнесом Всего Постснг Всего Советского Союза Очень трудно Тяжело Пробиться На мировую сцену Это на самом деле Правда Я не знаю Что здесь То есть Тоже трудолюбие Но мне кажется Что громулечко Какой-то удачи В любом случае Помогло Нашему Димашу Потому что Быть замеченным Среди огромной Армии артистов Разного уровня Очень сложно Но то что Он нашел Своего зрителя То что Очень много В мире людей Которые любят Настоящий Профессиональный Вокал На самом деле Такое качество Которого сейчас В принципе Нет Я очень рада И понимаю Что та армия Диерс Которая сейчас есть Поклонники Фанаты Димаша Ходовергена Это на самом деле Как бы Заслуженные Люди Которых он на самом деле Заслужил В своем окружении Мы безмерно Конечно Рады этому Говорить о том Что мы знали О том Что он будет Такой звездой Это неправда На самом деле Мы понимали Как тернист этот путь Потому что Мы изнутри Все это знаем Поэтому конечно На самом деле Он этого достоин Но это однозначно Какой-то Лотерейный билет Его счастливый Это правда Вот как раз таки В тему Что трудно пробиться Вот у меня Следующий вопрос Потому что Я вообще С Димашем Я знаю О нем еще с детства Вот Но меня познакомили С его творчеством Друзья Которые Кстати Уважают Очень Академию Академический Классический Вокал Вот И мне показали Запись Где В казахстанском Шоу-бизнесе На каком-то Конкурсе Его очень сильно Критиковали Что у него Ничего не получится Вот Вы видели Этот ролик Сами? Конечно Как теперь К нему Относитесь Такой С иронией? Вот я По поводу Вот этого Шоу Телевизионного Частенько Задают Мне вопрос Вот Как Многие Относятся Как бы Вот Как бы Отомстили Что ли Я не думаю Вы знаете Вот я Я например Не должен Всем вокруг Нравиться То же самое И Димашем Это нормально Я считаю Что Ничего Зазорного В этом Такого Нет Жалеют Ли эти люди Не жалеют Это Совершенно Вот Их личные Дела Поэтому Но Меня Удивило Я После этого Вообще Еще больше Стал уважать Димаша За его реакцию Он не стал Когда он уже Стал Вот как мы Говорим сейчас Мировой звездой Говорит Какие-то Вещи Недостойные Он Если мы Вот Замечаем Что Он всегда Держит себя Достойно Как настоящий Казах Мужик Очень воспитанный Человек За это Я еще раз Больше его Люблю И уважаю Вообще Дело в том Что На самом деле Как бы В шоу Пригласили Ну Как бы Недалеких людей Да От искусства И культуры Как бы Это знаменитые В Казахстане Люди Каждый На своем поприще В принципе Очень известный Та же Багм Которая Закончила Консерваторию Она Естественно Говорила Не готовая К Такой музыке То есть Получается Что сейчас Димаш Что он сделал Он Одну песню Сделал Практически Спектаклем То есть Большое Музыкальное Разнообразие И возможности Человеческие Его Лично Они Конечно Естественно Как бы Были не готовы Они были не готовы Да Вот То есть К таким Его Неограниченным Возможностям Голосовым Поэтому Естественно У него Там Вся песня Как развитие Начинается Внизу Потом он Поет Вверху Потом Естественно Он Уходит Куда-то В такие Пространства Как Кто-то Сказал Как Дельфин Поет Вот Поэтому Естественно Люди Были Не готовы То есть Это В принципе Нормально И Вообще Димаш Как он Очень Гибко И мягко Корректно Обходит Эти темы Вот Это На самом деле Выдаёт В нём Того Воспитанного На самом деле Человека Который На самом деле Не злорадствует По этому поводу И не пытается Кому-то Мстить Этим В нашей Сфере Вообще В музыке Практически Каждый человек Встречал На своём Пути Вот Такую Комиссию Ну Грубо говоря Кто-то Экзаменционную Кто-то Вот Такую В виде Жюри Где В очень Какой-то Не очень Хорошей Форме Отзываются О твоих Возможностях И данных И вот То Как ты Дальше Пойдёшь То есть По-хорошему Это должно Разозлить Артиста И это Правильно Что они Были у него На пути И правильно Что они В принципе Его раззадорили Как певца Для того Чтобы он понял Что он Не сойдёт С этого пути И он пойдёт Дальше Поэтому Конечно Встретились На его пути И пытались Его остановить Вот и всё Да-да То есть Потому что Неизвестно Куда бы пошёл Возможно Может быть Стал Слишком Поп-артистом А здесь Он действительно Сделал Что-то уникальное Не похоже Артисты Они как бы Ну Это вообще Не только Певцы Имейте в виду Любой музыкант Или актёр Который Встречает Такой негатив Тут уже Проверка тебя Твоих внутренних Человеческих Качеств Насколько ты Достоин Быть Называться Артистом Допустим То есть Можно было бы Склеить ласты Грубо говоря И сказать Всё Я понял Я этим Больше не занимаюсь А можно было бы Всё-таки Веря в свои силы Продолжать Это делать Дальше Что он В принципе И сделал И доказал всем Что он Достоин Большой сцены Он достоин Тех людей Которые рядом с ним Амин А хочу добавить Ещё К Марату Алжибаевичу По поводу Вот этого Воспитания То что он Не говорит на эту тему Не злорадствует И вообще Ну Относится К этому положительно Я думаю Это и ваша заслуга У него и родители Прекрасное Дали ему воспитание Они сами Воспитанные люди И Марат И Марат Алжибаевич Вы сами По себе Такой человек И Дина Мангазивна С вами Спокойно Вы транслируете Эту энергетику И благодаря Вот как раз таки Вам Я просто знаю Это по себе Размениваться Не хочется На какие-то Такие Знаете Недостойные вещи Поэтому вам Большой Рахмет Большое спасибо За то Что вы делаете Ну вот Дальше Значит Парень Покоряет Китай Да У него в Казахстане Сразу не получилось Получается Получить признание Покоряет Китай Следом Казахстан Россия Америка И в целом Вот Мировую сцену Дальше На весь мир Димаш благодарит И представляет Вас Как своих наставников Благодарность Какие ваши Ощущения От всемирной славы И Что изменилось Вот После этого Знаешь Игорь Вот У меня Вообще За эти Не буду говорить Столько-то лет Было И есть Столько Студентов Слава Аллаху Я Вот Просто так Никому Головку Вот Не гладил Это Я знаю Правда Вот Это У меня Очень Заслужить Такое Очень сложно Поэтому Поэтому Вот Я Никогда Не обижаюсь Я Не считаю Что они Обязаны Благодарить Меня Не считаю Я даже Если Обо мне Не будут Говорить Я На это Никаких мыслей У меня Нету Не было Понимаете Понимаете Вот он Занял Какую-то Нишу Свою И Вечером После работы После тяжелого дня Я Получаю СМС От Светы Атьбаевой И Не обратил На это Внимание Не обратил На это Внимание И Уже Собираюсь Пить чай По-казахски Густой С молоком А потом Чувствую Что Волна СМС Ко мне Стали поступать А я Это Видео Еще не смотрел Потом Ну что же Случилось И Открываю Это видео Ему Вручили В Китае За Какие-то Огромные Достижения В музыке Огромные Как тогда Называется И он Прилюдно На казахском На русском На английском Объявляет Я эту победу Посвящаю Своему педагогу Марату Лжебаевичу Айтимову Я Это Услышал Чай Остыл Он Остался В стороне Честное Слово В эту Ночь Я Практически Не уснул Потому что Это было Невозможно Это На меня Так Подействовало И После этого Наверное С этого дня И началось Что И какая-то Вот Волна Пошла Что Меня Узнают За что Я ему Очень благодарен Дорогому Моему Димашу Ну Марат Лжебаевич Я сейчас Ставочку Сделаю Я вас Всегда знал Звездой Вы были В Казахстане В Актюбинске Вы для меня Вообще Леонтьев Знаете Всегда был Такое место А здесь Просто уже Мировой масштаб Вообще На самом деле Большая Благодарность Еще раз Родителям Димаша Что они Воспитали Потому что Многие Выходят И они Забывают Потом Кто им Помогал Кто из них Делал Артистов Понимаете А здесь Такое воспитание Сказать На весь мир Более того Вы еще Приезжали В Кремль Он вас знакомил С Игорем Крутым Вот теперешним Его Сопродюсером Как я понимаю Вот Вы Вы пели Выступали На сцене Это прекрасно Это видео У нас было Как раз В рекламе Анонсом Вот Ваше ощущение Просто Вот сейчас Каково Вот это ощущение Такого Мировой славы Ведь наверняка Теперь смски Ежедневно Вам просто Сотнями Идут Если мне За два дня Здесь сколько Было Сообщений Недавно У меня был Свой личный Праздник День рождения 22 апреля Кстати В один день С вождем Мирового Пролетариата Владимиром Величем И Вот Вы знаете Я Такой человек Я Мне вот Хочется Всегда Ответить Сей Это Благодарность Человеческая Я считаю Что должна быть И я Начал Отвечать На эти Поздравления С 22 Я отвечал 22 23 24 25 26 Я прочел Поздравления Еще вот Вчера Еще Какой-то Нашел Я И Поэтому Ну Слава Это Немножко Как бы Я не За вас Ответили здесь Ответить Но За это Надо Отвечать Это Не очень Простое Слово Это Я думаю Что к этому Надо Соответствовать Марат Лжебаевич Здесь вот Просто Прислали Сообщение Я прокомментирую Марат Лжебаевич Он очень скромный И самый Порядочный Человек Поэтому Я думаю Что Поэтому Вам сложно Ответить Каково Чувствовать Эту славу Поэтому Извините Что я вас Допытываю Так дотошно Вот Скажите Давайте поговорим О ваших Творческих Планах Я когда Приезжал В Актибинск Я тоже С вами Разговаривал На эту Тему Вы готовите Второго Димаша Есть у вас На подсознании Еще какой-нибудь Артист Который Покорит Весь мир Ну Так Слишком Сильно Замахиваться Я считаю Не надо Раньше Времени Бежать Впереди Бегать Паровоза Талантливых Студентов У меня Хватает Естественно Кто-то Больше Кто-то Меньше Я Очередной Раз Повторяю Свой ответ По поводу Этого вопроса Это все Покажет Время А талантливых Очень талантливых Студентов У меня Ну Достаточно Я могу Сказать На сто Процентов А вот Общий Теперь вопрос К вам Ко всем Какие Творческие Планы Увидим Ли вас На большой Сцене Вот Мне интересно Вместе Вот Например До Эта Вот Сегодня Концерт Онлайн Кто не знает Присоединяйтесь Дина Магазина Марат Лжебаевич Ну Ладоши Наконец Твой концерт Я буду Петь С тобой Дуэтом Но Видите Из-за Карантина Не получился Концерт У нас Ну как бы Не получился Мы Передвинули На Более Поздний Срок И Я считаю Я Уверен Что это Будет Очень круто Я вас Приглашаю На этот Концерт Приходите Приезжайте Всех Приглашаем Дорогие Друзья Вот И Сегодня Мы Приглашаем На онлайн Концерт Вопрос Чем Вы Сами Вдохновляетесь Какую музыку Слушаете Давайте Поговорим Немножко О классике И о поп Музыке Потому что Вы В 90-е Годы Зажигали Тоже Очень Круто И Модную Музыку Слушали И В любом Случае Сейчас Следите За тем Что Происходит Можно Так Топчик Топ Три Топ Пять Нет Вообще Мы Слушаем Музыку Конечно Любую Ну Кроме Тяжелого Рока Наверное Какого-то То есть Я Например Против Металла Я За живые Инструменты За живое Звучание Ну И В то же Рим Мы Слушаем Ту Музыку Которая Нравится Вообще Людям Я Например Анализирую Очень много Анализирую Того Что появляется Какой продукт Почему на него Народ реагирует Конечно Очень много Такого Однодневного Звучания Многих песен То есть Они буквально На короткое время Появляются И потом Исчезают И естественно Я уже понимаю Что это Такой Не очень Запоминающийся Товар Есть Хиты Которые Идут Очень давно Допустим Та же Группа Queen До сих пор Слушаем И до сих пор Допустим Фредди Меркви Это на самом деле Мега талантливый человек И все Прекрасно понимают И того же Майкла Джексона Которого Обожает Кстати И Димаш Мы все Выросли на этой музыке Мы все Слушали Поэтому Я просто За качество Я А вообще Даже Нынешняя музыка Которая сейчас Появляется Я понимаю Что некоторые Вещи Наверное Останутся Надолго Вот Тот же Рэп Мы вчера Слушали С дочерью Я говорю Скажи мне Вот этот Нынешний тренд Когда нет Абсолютно Дикции И когда Непонятен текст Но что-то Там идет Я говорю Это же Для меня Это например Опять же Мы люди выученные Мы понимаем Что Главное Текст Подача А вот Нынешнюю музыку Я В этом смысле Не совсем понимаю Мне конечно Я могу Фоном слушать Но я не запоминаю Кто это поет И не запоминаю Как песня Это называется То есть Это уже Чем-то говорит То есть Это вот такие Песни-однодневки Поэтому Всех призываю Конечно Я слушаю Просто хорошую музыку Не важно Какого она Качества Наверное Если она вам Понравится То это наверное Вот То же содержание Которому вы готовы Но все-таки Переходить на более Высокую музыку На более Умную музыку Не для Каждого человека А для умного человека Для интеллектуально Высоких людей Допустим Все-таки Мне кажется Стоит Потому что То внутреннее Содержание Наше В связи с возрастом Оно в любом случае Как-то откликнется То есть Когда человек Становится взрослее Становится Мамой Я так думаю Что зачастую Очень многие вещи Отходят на второй план Поэтому Когда люди Взрослеют Я считаю Что и музыкальные вкусы И предпочтения Меняются Что-то открывается Больше Для человека И он начинает Уже это понимать Чувствовать Марат Лжибаевич А ваше предпочтение? Я практически Полностью Согласен с Диной Я того же мнения Я слушаю Разную музыку По возможности Конечно Но Это наверное Все-таки Влияет Мое образование Но я больше Слушаю Больше Предпочтения Отдаю Классическому Классическому Была И остается Я не устаю Никогда не уставал Не надоедает Музыка Квартета Абба Я обожаю Эту группу Куин Куин Есть Казахстанские Исполнители Современные Молда Назар Есть такой Я очень Очень Интересно Я Тоже слушаю Его Не устаешь Просто Интересная Очень музыка Интересно Откуда Наблюдаю Участвовали Два Наших Исполнителя В Украинской Шоу Талантов Да Шоу Талантов Голос Краины И я Вот Стал Их Поклонником Это на самом деле Мне они очень нравятся Мне вот Хочется попасть На их Концерт Мне очень Еще раз Как зовут их Не помните Нет Индира Елюбаева Едильбаева Родом Актюбинская А второго парня Ержан Он таксист Из Алматы Ну как бы он так себя назвал На самом деле он Занимается Давно творчеством Видимо иногда Таксует Поэтому как бы Его назвали Таксистом Из Казахстана На самом деле Он большой Талантливый человек Он поет Разную музыку Вот Но он такой Очень харизматичный И очень многим Понравится Поэтому Вы послушайте Понаблюдайте Мы записали это Все себе Вот вы кстати Сказали о мировой музыке А то что Куинскую Аба Сколько лет прошло И все равно их слушают Вы знаете Я считаю Что у Димаша Такая же история Такая же судьба И еще раз Еще раз Не устаю Благодарить За ваш труд И вообще И Димашу И родителям За то что Они выдержали Все испытания Мы же знаем Что и родители Также Они заслуженные артисты Вы заслуженные Дети Искусства То есть Это Сколько было Вложено усилий Поэтому Я прям уверенно Чувствую Что этот человек Просто останется На века Дай бог Сейчас я Буквально Минутку просто Я хочу закончить Вообще Когда меня спрашивают О том Какое влияние Допустим Марат Лжебаевич Оказал Я допустим Я считаю Что Вообще Вся Октябрьская Творческая Элита Все писатели Поэты Это музыканты Артисты Актеры То есть Те люди Которые Находились рядом С родителями Димаша Он вырос в этом Он купался в этом Он знал И знает Практически Всех творческих Людей в городе Я считаю Что каждый человек Который был Буквально Рядышком С его семьей Он каждый Оказал на него Какое-то влияние То как он говорит Та манера Как он себя ведет То есть Он вырос На тех людях Которые были Рядом с его родными Я считаю Что все Октябрьцы Именно Творческая элита Они оказали на него Огромное Своё влияние Он Знает Многих авторов Может цитировать Какие-то вещи Великих людей Да Поэтому Это неспроста Отец Филолог По образованию Мама Музыкант Естественно Он всю жизнь Рос на сцене За кулисами Он наблюдал В маленьком возрасте Потом стал сам выступать Я считаю Что Конечно Не умаляю Достоинства Ротолжебайч Это большой трудоголик Работоспособный человек Который В принципе Относится Я работала 10 лет С ним в одном кабинете Я была концертмейстером В классе Айтимова Поэтому я Знаю Что человек На самом деле Не делит никого Абсолютно Он ко всем студентам Относится одинаково А вот То Как студент Уже Относится К этому предмету И вообще К этой профессии Как он себя в этом видит Это уже говорит о том Что из него получится Поэтому Конечно Влияние Воспитательное В тот Не очень простой Период возрастной Когда Всего 15 лет Как бы ребенок В любом случае Выходит из дома Ко многим вещам Не готов То есть я не говорю о том Что обязательно надо учиться На пятерки И так далее Синдром отличника Он тоже кстати Не для меня Я считаю Что нельзя претендовать На внутреннюю свободу Ребенка И в то же время Попытаться максимально Помочь ему Из вот этого таланта Показать ему Все грани Какие есть В нашей сфере музыки В нашей Артистической среде С чем Марат Олжабайович Успешно всегда Справлялся То есть он Никогда не бьет по рукам Он всегда поддерживает Все их начинания Я знаю Что его студенты И сейчас На самом деле Очень талантливых Ребят много Они просто На примере Того же Димаша Понимают Что нет Невозможных вещей Есть какие-то вещи Которые Допустим Их ждут Если они готовы К этому Поэтому Все сыграли Очень большую Огромную роль В становлении Димаша Как артиста А природа Уже сделала Вот то что она сделала То что вы Слушаете Да Природа Сделала такое Еще что Вообще В Актюбинске Очень много Талантливых Людей И отношения К концертам Вообще К организации От и до Даже Элементарно Не знаю Клубным программам У нас какое-то Отдельное Отношение В целом Я до сих пор Этот багаж Который Получил Благодаря вам Я им пользуюсь И сейчас И многих Стараюсь даже Направить Вот Еще раз благодарим Давайте поаплодируем Прямо все Спасибо огромное Времечко Потому что Вам нужно готовиться Немножко Давайте Так вот тогда Сейчас Месседж Для начинающих Артистов Кто вот только Встает на путь Творчества Что вы посоветуете Обязательно Талант Трудолюбие И Хорошую Финансовую Поддержку Я считаю Что вообще Надо определиться С четким Своим желанием То есть Несколько раз Себя переспросить А готов ли ты К этим На самом деле Трудностям Потому что Вся эта Жизнь наша Она непростая И ты прекрасно Сам об этом знаешь Поэтому Насколько ты готов Выдержит Все эти Тернии То есть В звездном путь На самом деле Не сладок Вот И не настолько Он гладок У них будет Поэтому Четко понимать Насколько ты сильно Этого хочешь И уже потом Дальше уже Обращаться Конечно К хорошим специалистам Просто Кладезь информации Несколько слов О предстоящем Концерте Сегодняшнем Чем порадуете Зрителей Ну вообще Это Игорь Это такая Новая форма Общения Потому что В связи С последней Пандемией Мы короче Были закрыты Все Дома И мы думали Каким образом Сделать Будни Наших Зрителей Наших друзей Были Разнообразными И придумали Эту новую форму Квартирника И сегодня У нас Второй Квартирник На который Я пригласила Марата Лужабайч Я без него Конечно Не могу Свои квартирники Проводить И я считаю Что это человек Который Первый Должен быть Приглашен На него Чтобы На самом деле Показать все грани Его таланта Отметить Все-таки 70-летие Победы 75-летие Победы Нашей Посвятить Сегодняшний Концерт Нашим Ветеранам Благодарим Вас Всех Приглашаем На онлайн Концерт Вот Здесь В принципе В основном Ваша аудитория Димаша Поэтому Вы знаете Очень приятно Я вас благодарю Чтобы Вызвались На Эту такую Авантюру Выйти со мной В прямой эфир Я недавно Начал Брать интервью И мне Очень приятно Что люди Такого масштаба Я когда готовился У меня просто Мурашки были У меня переполняла Энергия Потому что Я очень Счастлив И рад Дина Мангазина Я вам уже говорил Что я Причастен К этой истории Что я лично Держал Руку Марата Айтимова Марата Лжебаевича Учился у вас Кстати Дина Мангазина Вообще Благодаря вам Я первые деньги Свои Получил Спасибо Также Сегодня Будет В концерте Участвовать Ваш супруг Все верно Говорю У вас будет Сегодня Трио Да Здорово Еще раз Вам Благодарность За все Что вы делаете За то Что вы такие Честные Искренние Действительно За ваше Трудолюбие Большая Благодарность И низкий Поклон Давайте Дорогие друзья Вот сколько Нас сейчас смотрят Все Прямо Поаплодируем И благодарим Благодарим Чтобы концерт Получился Отличный Чтобы все Складывалось Каждый день Чтобы смски Приходили И приходили И приходили Благодарные Вот Ну и В завершении Пожелайте Зрителям Нашим Моим Своим Чего-нибудь Теплого В это Нелегкое время Я благодарю Всех Всех С наступающим Уже завтра Праздником С Днем Великой Победы Я желаю Друг друга Целовали Я желаю Вам любви И удачи всем Игорь Тебе тоже Удачи Марат Рахмет 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 Большой Дина Мангазина Марат Лжебаевич Великие люди При этом Порядочные И Скромные Марат Айтимов Дина Неязова Сегодня были с нами Наставники Димаша Кольбергена Заслуженные дети Республики Казахстана Спасибо Вам огромное Прекрасного Вам концерта И до новых встреч До свидания Спасибо большое Спасибо всем за эфир Дорогие друзья До новых встреч В воскресенье У нас будет Александр Ковалев Потрясающий человек Автор песен Димы Билана Митя Фомина Группы Винтаж Просто хитмейкер Поэтому Приходите к нам С Вами был Игорь Тухватов Тухватов Live Заходите ко мне на страничку Будем дружить Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok